Уважаемые зрители и читатели издания «Взгляд.Инфо» Меня зовут Владимир Иванович, фамилия моя Кудинов Хочу поделиться с вами душевной болью, которая возникла в связи с одним гражданским делом Я являюсь представителем по доверенности многодетной семьи из села Луговое Красноярмейского района Саратовской области В этом селе, точнее вблизи этого села, произошло чрезвычайное происшествие 7 февраля этого года на железнодорожном мосту через реку Иловля Неподалеку от села, произошла неправимая трагедия, погиб ребенок Беспокойный, непосредливый 13-летний мальчишка, стараясь похвастаться перед своими сверстниками Забрался на железнодорожные конструкции и был поражен электрическим током в исковольтной цепи 27,5 кВт, поражает мгновенно, необязательно для него и дотрагиваются Семья, в которой рос этот мальчик, зватьев Данила, многодетная У него есть еще две малолетние сестренки, 8-10 лет Живут они небогато Им помогает бабушка, чем может Мать трудится, вытягиваясь Но жилье, и живут они не очень-то хорошо Бюра в потолке, может являться примером По этому факту, согласно существующим законам Родственники погибшего имеют право на компенсацию морального вреда Потому что железнодорожный мост, полотно, линия высоковольтной электропередачи Являются источником повышенной опасности, согласно законам И владелец этого источника, ООО РЖД, обязан возместить этот моральный вред 13 июля этого года в Корсагмейске, в городском суде рассматривалось это дело Были премии сторон, премии защиты, которые я представляю И премии, точнее премии сца, и премии ответчика Это представители ООО РЖД Удивляет, что транспортные монополии нашего ООО РЖД В своих возражениях на исковые требования О возмещении морального вреда Считает, что во всем виновата мать, которая не уследилась за ребенком Не смогла его воспитать, что сам ребенок непослушный и, так сказать, беспокойный И на основании этого посчитала, что в компенсации морального ущерба целесообразно отказать Надо сказать, что закон четко и ясно говорит, что при смерти пострадавшего Либо получение повреждений, выплаты родственникам или тому, кто попал в эту ситуацию Являются обязательными Но несмотря на все это, уважаемые юристы РЖД Либо по собственному мнению, либо по внутренним инструкциям компании Списали трагедию на ненадлежащее исполнение родительских обязанностей Грубо неосторожность потерпевшего И опираются на один из основных принципов Чтобы компенсация вот этого морального вреда Не послужила обогащению потерпевших Но, пожалуй, вот этот пункт называет больше всего удивление Юристы РЖД требовали доказательств Доказательств переживания близких Переживания ее сестер Переживания матери Переживания других родственников Думается, что смерть малолетнего ребенка Является достаточным фактом Для того, чтобы быть уверенным в трагедии, которая произошла в семье И эта трагедия останется на всю жизнь В памяти всех близких И его сестренки вряд ли когда-нибудь заводят этот случай И переживания в смерти близкого им человека С которым они каждый вечер садились за стол Каждый день проводили вместе в совместных играх Оставят, конечно, у них неизгладимый след Именно этот след, именно этот моральный ущерб Государство и обязывает компенсировать Компенсировать владельца источника повышенной опасности Коим в данном случае является умовой РЖД Не дает покоя мысль Как дешево ценится жизнь и смерть ребенка Неважно из какой он семьи Неважно послушный он или нет Погибший Данила, по словам его сверстников Мечтал купить мотоцикл Уехать в город Этим мечтам не должно было Не дано было осуществиться Суд присадил компенсацию матери в размере 100 тысяч рублей И двум сестренкам по 50 тысяч Думается, это не те деньги Которые едва-едва покрыли затраты на похорон Могут каким-то образом облегчить горе этих людей Но эти деньги должна получить семья И то только в том случае, если юристы Наши уважаемые УАО РЖД Не обжалуют подобные решения Надо сказать, что в практике аналогичных случаев Сумма выплат, конечно, была гораздо больше В частности, по Саратовской области Если я не ошибаюсь 600 тысяч было выплачено матери Чтобы хоть как-то компенсировать Вот эту потерю близкого для меня человека Вот мне хотелось бы с вами поделиться Этим случаем, который произошел полгода назад В нашей с вами родной Саратовской области Все?